Всем привет! Ночь у нас прошла, тьфу-тьфу, спокойно более-менее. Лечу на работу, опаздываю, жду Назара. Назар мылся, пока голову помыл, потому что я его записала на стрижку и сейчас идет со мной на работу. Я открываю магазин, все, и завожу его, короче говоря, туда, где он его постригут. Он просто не знает где. Так что вот так вот, все, убегаю, оставляю, не спешу, вообще лечу. Назар ест на ходу уже, да. Пришла домой до жути расстроенная. Расстроенная за Кременчук, который недалеко от нас. Там по-любому уже знают, все украинцы знают эту новость, что попали в торговый центр, где было больше тысячи человек. Что такое торговый центр? Это третья часть детей. У меня уже нет слов. Знаете, уже такое ощущение, что нет страха, а приходит какая-то злость и ненависть, наверное. Я не знаю, как это уже. Что это такое? Мне уже страшно от самой себя. От комментариев этих. Я поражаюсь. Люди, господи, остановитесь. Что вы пишете? Я, конечно, поудаляла, потому что, ну, это невозможно, когда пишут. Подождите, до вас еще дойдет, что там две ракеты. Вы вообще нормально. Вот это вот соревнования, у кого, в каком городе больше лупанули, кого, где больше убили. Я считаю, что вся Украина, независимо в каком городе, где бомбят больше, где бомбят меньше, бомбят везде. Везде сейчас. И понятно, что, конечно, Ирпень, Буча, Мариуполь. Это несравнимо с Черкасами и центральными многими городами. Хотя я уже не знаю, что будет завтра с центром Украины, потому что уже фигачат по всем, буквально уже без, я не знаю, без разбора. И ни в какие военные там места, а конкретно по жилым домам и по торговым центрам. Фу, мне так тяжело разговаривать. У меня хочется просто молчать и все, и смотреть в одну точку. Короче, ладно, может быть, я это и не выставлю. А почему? Выставлю. Но, пожалуйста, не сходите с ума. Вся Украина переживает. Все, буквально все, все стараются как-то чем-то помочь, работать, двигать жизнь вперед, экономику поднимать. Это тоже важно сейчас. Беженцы, ну, просто люди, которые с горячих точек, вот если еще будут бомбить каждый город, просто непонятно, куда уже прятаться украинцам. Ой, ладно, мне надо трошки это переключиться. Я позже к вам вернусь. Так, жарю блины. Вика наколотила тесто, говорит, жарила, что-то у нее не получилось. То есть я пострела, оно у нее жидковато. Она просто, она делала по рецепту пол-литра кефира. Она, получается, делала с кислого молока, но это без разницы, кислое молоко или кефир. Но суть в том, что было где-то, сколько, 700 миллилитров, и она вот примерно на полторы порции сделала. А яйца кидала тоже, да? И, в общем, я пострела, жидковато тесто было, поэтому чуть-чуть и не получилось, может быть. Ну, сейчас попробуем. И у нее они все разлазились, она говорит. В общем, оставила в холодильнике, и я сейчас доработала с тестом. Сейчас посмотрим, получится ли что-то. Получились у меня блины, так что приготовила, дожарила, а то, что у Вики не получилось. Нормально. Хочу закончить это видео. Нет у меня ни сил, морально, ни физически ничего снимать, больше и говорить. Я хочу сказать, просто обратиться в Кременчук. Держи, я уже наревелась сегодня, просто от ас. Ну, уже, ну, знаете, держишься, 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 вопреки всей этой ситуации стараешься держаться, потому что, ну, собраться в кучку, не, как это сказать, не раскисать. Я всегда прошу в видео всем триматься, Украина, мы переможем, мы идем разом до перемоги, тримаемся, один одного поддерживаем. Но, когда вот так и отрапляется, как сегодня в Кременчу... В Кременчу... В Кременчу... Боже мой, я уже заикаюсь просто. Руки, ну, ну, вот все. Опять, ну, как бы срывает морально, это очень тяжело воспринимать. Просто очень тяжело. И сейчас опять нужно как-то себя брать в руки, успокаиваться и... И понимать, что это война и потери страшные. Я не понимаю, за что нас уничтожают, за что нас просто истребляют. А самое страшное, что народ России этого не понимает, не хочет понимать, слышать, видеть. Ой, ладно. Все, ребят, Украина, Украина. Потребно триматься. Я хочу выразить свои спивчуття. Самое сегодня, самое цьему месту. Кожен день боляче сприймати новини з кожного міста, де самі гарячі такі точки Кременчуг, це вообще практично центр України. Це 130 кілометрів від нас, від нашого міста. Це вже, ну, я вже не знаю ни одного міста в Україні, де не били ракети російські. Це, ну, просто тварюки. Я не можу по-іншому цього назвати. Просто тварюки сидять в Кремлі, дають накази. Все. Ладно, добре. Украина, молимся. За кожного куточка, за кожну родину, за кожну людину, за наших бійців. І давайте підтримувати одне одне, будь ласка. Все, слава Україні! Героям слава! Відтримуємо і переможем обов'язкову. Відтримуємо! Утро добре! Уже помыла плиту с утра. Окно промыло, смотри, там грязное було. І Сима вже сидит, виглядывает. У нас бабула не показала вчера, як Назара постригли вчера. Класно! Содня ж ідем на паспорт фотографуватися. Він переживав, що буде не красиво, що там светлое, а там тімне. Я переживав, що я буду плакати, смотри, на паспорт. Чого? На фоточку точно. Ти знаєш, що самая страшна фотографія в житті, це в паспорте. І всегда первая. Всегда, да, да. Так що, це факт. Я буду первой, а не буду первой. Та не, добре. А це треба буде тоді не якось назад передати ключами. А мама у нас молодец. Она забыла ключи, захопнула двери. А у нас просто є у Вики ще один екземпляр от мамоної квартири. І у мене. В общем, прийшлося їхати за ключами. Так і в гости зашла. Так, така споку. Та жара, а ми как раз выйдемо в Санцепёк. Нам в ЦНАП надо. Просто особи, бабушку мене смекунуло в три часа. Жара неимоверная. У нас с детьми обед перед их. Ми тут сели на лавочке на аллеї. Решаємо дела. В ЦНАП сходили, забрали документы. Сделали ещё там кое-какие дела. І щас в паспортний стол. У нас є немножко времени. І ми решили пообедати. Взяли вот такие. Как вони называются? Бурритто. Ага, точно. І з куркою. Решили перекусить. Тому що вже давно ходимо, лазимо. Все проголодали. Все сок взяли. Мультивитаминный. Вот такие дела. Попали ещё под воздушную тревогу. Тут стояли, там все закрывают административное здание. На, ешь. Мусор. Можешь начинать. А мусорка дальше складывай. Вот здесь мы заберём. А, у Вики с той стороны. В общем, нам приятного аппетита. Ты повытирали руки? Хорошо. Нам приятного аппетита. Спасибо, Вика. Мы дома уже. Ой, как эта жара утомляет. Это невозможно просто. Нет сил. У меня аж голова разболелась. Как будто бы тепловой удар. Вот. Ну, мы чуть-чуть повалялись под вентилятором. И встали. Вика компот поставила вариться. Жарко пить хочется всё время. А я тыкву нарезала. И с сахаром пересыпала. Сейчас пустит сок. И буду готовить кашку. Кашку маняшку. Сдали все документы. На Зару. На загранпаспорт. И на ID-карту Украины. Ну, паспорт Украины. Вот. Ещё же, оказывается, мне не сказали. А я не подумала тоже. Надо было его старый загранпаспорт тоже иметь с собой. Его сдаёшь. Он уже срок действия истёк. Вот. А я не взяла. Вика моталась домой на такси. Короче, пока нам оформляли. В общем, друг-дом. Целый день ушёл у нас на эти все дела. Но зато всё сделали. Ладно, буду кашку варить. И вот такая кашица получилась. Пахнет на всю квартиру. Пахнет на чё вкусно, да, Дути? Да. Да, я насык. Включилась сказать всем пока, потому что я сплю целый вечер. Заснула. Блин, голова болит. Нет таблеток. И я просто бегла и заснула. А пришлось, знаешь, чё? Замёрзла от вентилятора. Мне только хотела его выключить. Да? Что давно ты сказала, что тебе нормально, я его сделала. Нет, тогда было нормально пока ещё. Я уже в жаре не стояла, солнце уже ушло. Не знаю, мне надо. Всё. Всем пока. До завтра. Я дальше спать.